Ежедневное воспоминание о том, что всего нужнее и что весьма полезно пребывающему в келье своей и решившемуся быть внимательным к одному только себе. Некто из братьев написал и всегда полагал пред собою, напоминал себе и говорил, «Неблагоразумный жил ты жизнь свою, человек посрамленный и достойный всякого зла. Остерегись же, хотя этот день, оставшийся от дней твоих, прошедших напрасно без дел добрых и обогатившихся делами худыми, не спрашивай ни о мире, ни о поведении его, ни о монахах, ни о делах их, ни о том, как они живут, как велико их делание, не заботься ни о чем подобном. Таинственно и шел ты из мира и, как мертвец, вменен о Христе. Не живи более миру и тому, что в мире, да предварит тебя упокоение и будешь жив во Христе. Будь готов и вооружен терпением против всякого поношения, всякой обиды, осмеяния и прицания от всех. И все это принимай с радостью, как действительно того достойный, переноси с благодарением всякий труд и всякую скорбь и всякую беду от демонов, которых волю исполнял ты. Мужественно сноси всякую нужду, и чтоб приключиться естественно и все горести. В уповании на Бога терпи лишение того, что необходимо для тела, и вскоре обращается в гной. Желай все сие принимать в надежде на Бога, не ожидая ни откуда боли, ни избавления, ни чего-либо утешения. И во всех искушениях своих осуждай сам себя, как виновного во всем этом. Ничем не соблазняйся и не укоряй никого из оскорбляющих тебя, потому что и ты вкусил запрещенного древа, и ты приобрел разные страсти. С радостью принимай горести, пусть приведут они тебя в содрогание, зато впоследствии почувствуешь услаждение. Горе тебе и смрадной славе твоей, душу свою, которой исполнено всякого греха, оставил ты, как неосужденную, а других осуждал словом и мыслью. Достаточно. Достаточно для тебя этой свиньям приличной пищи, какой до ныне питаешься ты. Что общего с людьми у тебя, скверны, и не стыдишься оставаться в их обществе, проводя жизнь так неразумно? Если обратишь на сие внимание и сохранишь все это, может быть и спасешься при содействии Божьем. В противном же случае отойдешь в страну темную и в селение демонов, которых волю исполнял ты с бесстыдным лицем. Вот засвидетельствовал я тебе обо всем этом. Если Бог праведно подвигнет на тебя людей, воздать тебе за обиды и порицания, какие держал ты в мысли и изрекал на них во все время своей жизни, то целый мир от тебя не будет иметь покоя. Перестань, наконец, хотя отныне, и терпи все, чем будет тебе воздаваемо. Все это напоминал себе брат каждый день, чтобы, когда придут на него искушения или скорбь, быть ему в состоянии претерпевать это с благодарностью, используя для себя. О, если бы и нам с благодарением претерпевать постигающие нас бедствия и извлекать из них для себя пользу по благодати человека-любца Бога. Ему слава и держава вовеки. Аминь. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки. Стихи 26-33. И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. «Смотри, бес одержим двумя страстями злобы, дерзостью и страхом, ибо слова, что тебе до меня, свойственны дерзкому и бесстыдному рабу, а умоляю тебя боязливому». Живет он в гробах с намерением вложить людям лукавую мысль, что души умерших становятся бесами. Бесы просят о том, чтобы им не повелено было идти в бездну, но позволено еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на людей, делали их более славными. Ибо если не было бы противоборствующих, не было бы и подвигов, а если не было бы подвигов, не было бы и венцов. Знай и более переносный смысл. «Кто имеет в себе бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает на себя одежды, то есть не имеет одежды крещения, и не живет в дому, то есть в церкви, ибо не достоин входить в церковь, но живет во гробах, то есть в местах мертвых дел, например, в домах непотребных, в мытницах, ибо такие дома – суть вместилища злобы». Стихи 34-39 Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Бегство пастухов было для Гадаринцев поводом ко спасению, но они не уразумели. Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в Него. А они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них, ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно тому, как они лишили свиней. Но, получивший исцеление, представляет непререкаемое доказательство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, чтобы быть с Ним. Вероятно, он боялся, чтобы по удалении от Иисуса ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь, показывая ему, что он и не будучи с Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть, выше бесовских сетей, говорит ему, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, не сказал, что Я сотворил тебе, чтобы нам подать образец смиренно-мудре, и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу». Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему Иисус. Хотя Господь заповедал ему рассказывать о том, что сотворил ему Бог, а Он рассказывает, что сделал ему Иисус. Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об оном. А тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем. Хотя бы мы и не желали сего. После того, как Христос удалился от моря, последовало другое, страшнейшее чудо. «Беснующиеся, как злые беглецы, увидев Господа, говорили, что нам и тебе, и Иисусе, Сыне Божий, пришел Иисисема, прежде времени мучите нас». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. Тогда, как народ почитал его человеком, бесы пришли исповедать божество его, и те, которые оставались глухими при возмущении и укращении моря, услышали демонов, взывающих о том, о чем возвещало море, своею тишиною. Потом, чтобы слова их не показались лестью, они самым опытом доказывают их истину. «Пришел Иисисему», — вопияли они, — «прежде времени мучите нас». Потому-то, прежде всего, они и сознаются в своей вражде, чтобы их прошение не подверглось подозрению. Действительно, будучи пронзаемы, воспламеняемы и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия Христова, они невидимо подвергались истязаниям и обуревались сильнее моря. Тогда, как никто не осмелился приблизиться к ним, Христос Сам подходит к ним. По свидетельству Матфея, они сказали, «Пришел Иисисема, прежде времени мучите нас». Другие же к этому присовокупили и то, что бесы умоляли его и заклинали не ввергать их в бездну. Они думали, что уже настало время их наказания, и боялись, как бы уже имеющие подвергнуться мучению. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласие между ними оказывалось бы только тогда, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лютейшим из них, почему и бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне. А Марк свидетельствует, что он еще бился о камни. Да и самые слова их достаточным образом обнаруживают их лютость и бесстыдство, потому что они говорили «Пришел еси сема прежде времени мучите нас». Они не могли сказать, что не согрешили, но просят его не подвергать их наказанию прежде времени. Так как Спаситель нашел их делающими нестерпимые лютости и злодеяния, и всяким образом обезображивающими и мучающими его творения, то бесы и думали, что он, по причине чрезмерных их злодеяний, не будет отлагать времени наказания. Потому-то они просили и умоляли его. Таким образом, те, которых не могли удержать и узы железные, приходят связанные. Те, которые бегали по горам, выходят на поле. Те, которые другим преграждали путь, останавливаются, увидя преграждающего им самим путь. Но почему они любили жить в гробах? Потому что им хотелось во многих посеять пагубное учение, то есть, что души умерших превращаются в бесов, чего никогда не должно даже и в уме представлять. «Что же ты скажешь на то, — спросит кто-нибудь, — что многие из чародеев заколают детей с тою целью, чтобы их души после того им содействовали? А откуда это известно? Что заколают детей, о том говорят многие. Но что души закланных находятся с заклавшими их? Скажи мне, откуда ты узнал об этом? Ты скажешь, что сами бесноватые взывают, я — душа такого-то человека. Но и это — хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего вопиет, а притворяющийся так демон для обольщения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы душа обиженная стала содействовать обидевшему ее, или чтобы человек в состоянии был изменить свою бестелесную природу в другое существо. Если невозможно это в отношении к телам, так как никто не может превратить тело человеческого в тело ослины, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Итак, это бредни пьяных старух и детские пугалы. Души, отделившиеся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что праведных души врутся Божией. Книга Премудрости Соломона, глава 3, стих 1. Если же души праведных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми. Да и души грешников тотчас удаляются отсюда. Это видно из притчи о Лазаре и богаче. И в другом месте Христос говорит «Сегодня душу Твою истяжут от Тебе» Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. Да и быть не может, чтобы душа, исшедшая из тела, блуждала здесь. И это вполне сообразно с разумом. В самом деле, если мы, ходя по земле знакомой и известной нам, и будучи обличены телом, когда совершаем путь в странах чужих, не знаем без руководителя, какую надобно идти дорогую, то каким образом душа, отделившаяся от тела и отрешившаяся от всех земных связей, может знать без пути водителя, куда ей должно идти. Также и из многих других доказательств всякий может легко увидеть, что душа, исшедшая из тела, не может уже здесь оставаться. Так Стефан сказал «Приими, дух мой!» Деяние апостолов, глава 7, стих 59. И Павел говорит «Разрешитеся и со Христом быти, много паче лучше». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 23. Также о патриархе Писание говорит «И приложися ко отцам своим, воспитан быв в старости добре». Бытие, глава 25, стих 8. А что и души грешников по смерти не могут здесь пребывать, послушай богача, который много о том просил и не получил желаемого. Если бы это возможно было, то он сам пришел бы и возвестил о происходящем там. Отсюда видно, что души по отшествии отсюда уводятся в некую страну и, уже не имея возможности возвратиться оттуда, ожидают страшного того дня. Но, может быть, кто спросит, для чего Христос исполнил просьбу демонов, позволив им войти в стадо свиное? Я скажу на это то, что он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освободившимся от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемого им этими злоумышленниками. Во-вторых, для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. В-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, нежели с свиньями, если бы те в таком несчастье не удостоивались великого промышления Божия. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с обдержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыням, если бы провидение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог. Если же Он и не о всех печется одинаковым образом, то и это есть величайший знак Его промысла. Бог являет промысл свой, сообразно с пользою каждого. Сверхжесказанного мы научаемся отсюда еще и тому, что Бог промышляет не только о всех вообще, но и о каждом человеке в частности. Что показал Господь и в отношении к ученикам Своим, сказав «Вам же и власи главнее из очтения суть» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. То же самое всякий ясно может видеть и из примера этих бесноватых, которые давно были бы уже задушены, если бы не были свыше сохраняемы великим попечением. По этим-то причинам Спаситель и позволил бесам войти в стадо свиное, чтобы и жители тех стран познали Его всемогущество. Где известно было имя Его, там Он не очень много показывал Себя, но где никто не знал Его, и все пребывали в бесчувствии, там Он совершал славные чудеса, чтобы привлечь их к познанию Своего Божества. А что жители того города находились в бесчувствии, это видно из конца происшествия. Им надлежало бы поклониться Христу и удивиться Его могуществу, а они отсылали Его, и малыша отойти от предел их, стих 34. Но для чего демоны погубили свиней? Бесы постоянно стараются привесть людей в отчаяние, и всегда радуются их гибели. Так дьявол поступил и с Иовом. Хотя и здесь позволил Бог, но позволил не потому, что был убежден дьяволом, а для того, чтобы еще более прославить раба своего, отнять у дьявола всякий предлог к бесстыдству и обратить на его же главу его поступки с праведником. Так и в настоящем случае случилось, противное их желанию. И могущество Христа торжественно проповедано было. И злоба демонов, от которой освободил Он одержимых ими, яснее обнаружилось, и открылось то, что они без попущения Бога всяческих не могут прикасаться даже и к свиньям. Никому немало не возбраняется разуметь эту историю в таинственном смысле. Хотя это и история, но следует знать, что люди, уподобляющиеся свиньям, легко уловляются действием бесов, и страждущие от них часто могут побеждать их, если только они люди. Но когда совершенно уподобятся свиньям, тогда не только бывают одержимы бесами, но и низвергаются в бездну. Сверх того, чтобы кто-нибудь происшествие этого не назвал баснею, но чтобы совершенно поверил исшествию бесов, для этого оно доказывается погибелью свиней. Заметь кротость Иисуса Христа, соединенную с могуществом. Когда жители той страны, столь облагодетельствованные им, принуждали его удалиться, то он без сопротивления удалился и оставил показавших себя недостойными его учения, дав им наставниками, освобожденных от демонов и пасших свиней, чтобы узнали от них о всем случившемся, а сам удалившись, оставил их в великом страхе. Действительно, великая потеря распространяла слух о случившемся, и событие это занимало их ум. Отовсюду неслись слухи о необыкновенном чуде, и от исцелившихся, и от хозяев потопленных свиней, и от пастухов их. И ныне можно видеть такие происшествия, и множество бесноватых, живущих во гробах, которых ничто не удерживает от неистовства, ни железа, ни оковы, ни множества народа, ни увещания, ни убеждения, ни страх, ни угрозы, и ничто другое подобное. Тогда, как сладострастный пленяется всякую красотою телесную, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи облечен одеждою, но не имея истинного одеяния, и лишенный приличной ему славы, он всюду бегает обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто может связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах? Подлинно таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли и он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещания и советы? Но он все эти узы расторгает, и если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но по велению Христову покорился и немедленно вышел из тела. А этот не повинуется и по велению Христову, хотя он каждодневно слышит его слова «Не можете Богу работатье и мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. и угрозы гиенную и нестерпимыми мучениями и все-таки не повинуется. Не потому, что он могущественнее Христа, но потому, что Христос против нашей воли не ведет нас к исправлению. Вот потому такие люди, и живя в городах, живут как бы в пустынях. В самом деле, какой благоразумный человек захочет общаться с такими людьми? Я, по крайней мере, желал бы лучше жить со множеством беснующихся, нежели с одним из страждущих такую болезнью. А что я не заблуждаюсь, это видно из тех страданий, какие претерпевают сребролюбцы и беснующиеся. Сребролюбцы считают врагом своим человека, не причинившего им никакого вреда, желают сделать рабом свободного и ввергают его в бесчисленные бедствия. Напротив, беснующиеся ничего другого не делают, как только в самих себе питают болезнь. Первые не спровергают множество домов, заставляют хулить имя Божие, являются заразой городов и всей вселенной, а мучимые бесами более достойны сожаления и слез. Эти последние многое делают в бесчувствии. Напротив, первые, имея ум, безумствуют, среди городов неистовствуют и беснуются некоторым новым бешенством. В самом деле, все беснующиеся делают лишь что-либо подобное тому, на что дерзнул Иуда, совершивший неслыханное преступление, и все ему подражающие, подобно диким зверям, убежавшим из ограды, возмущают города, никем не будучи удерживаемы. Хотя они отовсюду обложены узами, как то страхом судей, угрозою законов, презрением от людей и многим еще другим, но они, разрывая их, все не извращают. И если бы кто совершенно отнял от них те узы, тогда ясно увидел бы в них беса гораздо лютейшего и жесточайшего, нежели каков исшедший из упомянутого ныне бесноватого.